Всем привет дорогие друзья! С вами Дима и канал МТГ Сибирь. В сегодняшнем видео я буду играть своей самой любимой колодой в современном стандарте. Пока М20 еще не вошел в полную силу, потестим, поразбираем банд флэш. Это именно та колода, в которой я играю рейтинговый турнир. И турниры в общем. Кода достаточно неплохая, если ей приноровиться играть, она может быть даже успешной. Четыре лановарских эльфа служат мано-разгоном в этой деке. Плюс, как вы можете видеть, у меня тут есть три Акетры, а лановарский эльф с Акетрой. Токен 4-4, да? Сразу задуманывание неплохо. Связка Дикорастущий Шатун с Мерфлаком Древолазом и Разведчица Нефритового Света дают нам за слежку очень неплохие бонусы, как всем известно. Четыре копии Крайзиса за две маны и Х, выходит здоровенная хрень, дровает нам карты, генит нам хиты, в общем, делает все, что нужно. Три копии Заведующих Задержанием. Это наш ремувал. Так как ремувал у нас немного, у нас в основном критчевая дека, у нас есть комбо с Акетрой, с Вивьен, то Заведующий Задержанием. Отличный ремувал в определенных матчапах. Теперь, те две карты, благодаря которым дека получила свое название, Бант Флэш. То есть, Флэш, возможность разыгрывать заклинание на скорости инстант. Это, естественно, Вивьен. Три копии этого замечательнейшего Пуэнтс Волкера лежат в этой деке. А что он делает? Во-первых, его статичная обилка, Плэнтс Волкера, в смысле, я имею в виду. Вы можете разыграть заклинание существ, как будто у них есть миг. За плюс один не более одного целевого существа получает под нашим контролем бдительность и захват. Это важно, это на самом деле очень важная обилка, помогает нам сохранить Вивьен в живых. За минус два мы смотрим три верхних карты библиотеки. И сгоняем одну из них рубашкой вверх, а все остальные на ботом. И если эта карта кричит, мы можем ее сыграть, естественно, благодаря Вивьен на скорости инстанта. И даже если Вивьен умирает, мы эту карту все равно можем сыграть, то есть независимо. Три копии Тефа Риспутывающего Время, отличнейший топовый Плэнтс Волкер, который уже играет вовсю в модерне за три маны. Каждый Плэнт не может разыгрывать заклинание только при возможности терзать волшебство, то есть инстанты в наш ход отключаются. Контерспеллы не работают, все круто. За плюс один до нашего следующего хода мы можем разыграть заклинание волшебства, как будто у них есть миг, но у нас нет заклинания волшебства в деке от слова совсем. Вот, поэтому это для нас обилка неважная, но за минус три он баунс и дровает нам карту, в общем усложняет жизнь оппоненту. Оппонент почему-то всегда старается Тефа Ри убить, это тоже неплохо. То есть если мы играем в каком-нибудь матчапе, у оппонента есть большие кричи, то его основная цель, это я не знаю, как-то так происходит, что сразу же переключается на Тефа Ри. И нас это устраивает. Четыре копии Плэнтс Волкер, Мистико. Миг входит, Контрит. Все, четыре маны, три-два. Лучше не надо, ну естественно Акетра. Акетра, это просто муа, это дорогой вообще ништяк. Двойной удар. Каждый раз, когда разыгрываем заклинание существа, мы создаем себе токены 4-4 с бдительностью. Что может быть лучше? И еще хрен убьешь, потому что она втасуется. А если у нас есть Вивен, то мы можем ее еще сразу поднять в ручку, флешики сыграть. В общем, муа. Сайт. Копия Прокола Заклинаний. Три копии Тревожного Исхода. Это наш ремовал против Монодорков, против Моноредов, против Шатунов. Да, против чего угодно. Две копии Презрительного Удара. Это наш Контерспел. И два Вета Довина, тоже Контерспел. Вот. То есть, если мы играем против каких-нибудь контролей, мы заряжаемся Контерспелами и идем счастливые, довольные гулять. Две копии Рыцаря Осени за три маны 2-1. Либо он здоровый, либо он нам генит, либо уничтожает артефакты или чары. Ну, одна из моих самых любимых карт, признаюсь. Вот еще бы кофе носил с утра, вообще ему бы цены не было. Одна копия Шалай Глаз Изобилия. Эта карта, на самом деле, больше всего лежит против Моноредов и против дек, которые берут под контроль. Две копии Вивин Рейд за пять маны с пятью лояльностями. За плюс один мы выбираем себе из четырех карт существо или землю, а остальные на ботом. За минус три уничтожаем артефакт, чары или существо с полетом. И за минус восемь выигрываем игру. И две копии Трастани Расковатой, также против Моноредов, также против каких-нибудь... Ну, не знаю, тут о ситуации, но вообще я их положил. Их и Шалай чисто против дек, которые берут под контроль. Потому что еще до недавнего времени эти деки были просто дико популярными. Вот такая дека, ребята. Монобада стандартная, никаких выпендрежей тут нету. Такая дека. И предлагаю переместиться к тестам в традиционной рейтинговой игре. Попробовать ее покатить, не покатить. На самом деле такая дека, у которой практически все матчапы 50 на 50. Вот так скажу. То есть откровенно хороших матчапов нету. И нету откровенно плохих матчапов. Ну, я думаю только у Моноред может быть. Но с Моноредом, по-моему, у всех плохих. Плохой матчап. Даже у Монореда, с Моноредом плохой матчап. Вот такая рука. Что скажете, если мы поставим Вивен на второй ход? Я думаю, это неплохо. Вот скразец есть. Поможет нам подроваться. Так, ну нам придется поставить землю за две боли. Сыграем Лановарского эльфа. И... Ход. Интересно, что сейчас поставит оппонент. Друид инкубации. Окей. Друид инкубации в атаку, как известно, не ходит. Пока. И Вивен не убивает. Поэтому Вивен спокойно. Мы минусуем. Выбираем себе заведующую задержанием, потому что это имба. Против таких дек. Поставь еще одного друид инкубации, и мы посмотрим, кто здесь папа. Решил не ставить оппонента друида инкубации. Ну и... Черт с тобой. Так, что ты умеешь убирать? Не являющийся землей перманент. Угу. Угу. Ну давайте плюс о нем. В Лановарского эльфа. Давайте стырим друида. Че бы нет. Таким образом, как бы, отсрочим выход серьезных карт. Так скажем. И у Лановарского эльфа-матака, у него уже бдительность. Пора пороть. У меня такое чувство... А нет, я думал, это моногринтрон, но нет. Смотрите, ребята. Ребятушки, вы только посмотрите, с чем мы имеем дело. Так, за минус два. За минус два. Давайте позырим. Че там у нас есть? Прекрасные три карты. Давайте выберем церковный сайт, который мы не сыграем. Но он вот здесь вот, по идее оппонента, должен отобразиться. Что мы подробовали эту карту. То есть оппонент потенциально не знает, что у нас там лежит. И не узнает. Давайте. Второй си нету, поэтому ничего на флэше он сыграть сейчас не сможет. То есть крич у блокера, поэтому просто атака на один. И передаем ход. Если сейчас выпрыгнет внезапно Вивьен... Ой, Вивьен, Ниса, да, и... Или Слизь, допустим. Ну, на самом деле, Слизь уже нам не страшна. От слова совсем. Давайте в стеке. Вековечная богиня Акетера. И посмотрим, чьи-то Кены жирнее и круче. Так, ну, за плюс один давайте дадим вот сюда. Атака. На шесть. На шесть. И... Ход. А, какой ход? Блядь, я землю не поставил, что ли? Я не поставил землю. Я олень. Ну, что поделаешь. Давайте пас. Давайте пас. Что-то я с фазами немножко последние два дня путаюсь, если честно. Давайте Крайзи с инстантой на три. По воздуху, может, хоть запинаем. Ох, сколько у нас земель. Как это прикольно. Какая интересная карта. Мы же можем ее поставить. Можем. А, ну мы не можем ни хрена сделать, да? Так, ажбин может отыграть заклинание только при возможности. Все, окей, мы отключили, типа, оппоненту контерспал. Ну, ладно, ничего страшного. Давайте, наверное, сходим в атаку. Вот так и вот так. Да? И даже пронесем оппонент в трех хитах. Что ты будешь делать, оппонент? Как ты будешь блокировать Крайзиса? Вот так вот. Ну, ладно. Окей. Крайзис полет. Хотя нет никого с захватом. Ну, я же прав? Да. Ну, все. И все. Интересно, так и я не собоялся оттуда хомпта. Ну, ладно. Ну, ладно. Давайте что-нибудь посадим, что ли, против этой деки. Так вот, мне привычнее немножко. Значит, у нас сине-зеленая дека. Не знаю, берет ли она под контроль. Скорее всего, да. Давайте немножечко отрастаний закинем. Давайте немножечко исходов. И вот так вот. И, может быть, даже парочку вивен. Вот так вот, я думаю, мне хватит. Так. Что мы убираем? Ланварские эльфы, в принципе, можно одного убрать. Так, так, так. Вивены очень хороши, как оказалось, против этой деки. Прямо, прямо очень. Это тоже тэфери. Тоже хорош, но одного можно убрать. Было бы парочку плащеносных мистиков. Думаю, одного. Или даже, ой, двух можно было бы убрать. Так, что теперь? Что теперь? Вопрос. Убирать нам Трастани или не убирать? Думаю, одну копию уберем. Вот так вот у нас получилось 62 карты. Убрали больших парней немножечко. На самом деле-то, вот, Акетру можно было бы и вернуть. Три кралица поиграть. И убрать вот эту связку по одному. В принципе, они большой разницы не делают никакой. Давайте попробуем вот так. Вот так, синглтончиками, извиняюсь, мы поубирали. Теперь посмотрим, что от этого получилось. То есть у нас посмотрим, насколько опаснее, может быть, мы стали. Или что, или как. Сейчас мы все проверим. Так, ну, рука неплохая. Неплохо было бы иметь лановарца. Давайте, кип. Сейчас мы сыграем, наверное, или фонтан, или лужу. Так, а, синяя мана, окей. Так, фонтан давайте. Потом сыграем гавань, поставим шатуна. Тут монодорг, естественно. Ой, две Акетры, стопдек. А это прямо, это мощно. Это мощно. Только куда? Столько. Так. Ну, давайте теперь поставим остров. Может быть, попробуем поставить заведующий задержанием? Если, конечно, там не контерспелл. Нет, контерспелла не последовало. Тогда уберем монодорка. Ибо, ну, нафиг. Да? Вы же со мной согласны? Нафиг монодорков. И атака на копеечку. Друидка. Передрядка. Друидка. Окей. Ну что, давайте сходим, наверное, в атаку. В 7. На 2. Поставим фонтан. И ход. Если оппонент вдруг сыграет спелл, который берет под контроль, то у нас есть тростайм. Оу. Вот так вот, да? Давайте в атаку только, наверное... Давайте в 7. Хочу спровоцировать оппонента сыграть контерспелл, затапаться в этот ход. Не получается у нас пока такая штука. Давайте попробуем сыграть Тефери в таком случае. А вот и контерспелл, да? Правда, не тот, на который я рассчитывал. Но ладно. Тефери сейчас был не критичен пока. У нас есть заведующая задержанием все еще. У нас есть Акетра. У нас есть Трастаня. Ну, в общем, все, что нужно, у нас есть. Хм... Вивьен. А Вивьен неплохая. Давайте попробуем сыграть Вивьен. Если у нас получится ее сыграть, я буду только счастлив. Давайте плюс о нем. Попробуем найти себе землю. Или кричу. Или хоть что-нибудь. То есть Кразис есть лужа. Давайте возьмем Кразис. Давайте все так же в атаку, только уже шатуном. Окей. Оппонент накопил себе маны, но при этом ничего не сыграл. Хорошо. Хм... Мы можем законтрить, да, его? Плюс. Давайте возьмем себе равнину. Хотя можно было и не равнину, но на самом деле пофигу. Давайте попробуем тревожный исход сыграть. И законтрбасить друида. И сходить в атаку. Что-то, если честно, СУ ставить свои самые большие угрозы. Пока. Что? Ну и конец хода. Еще одна друидка. Окей. У нас еще один лес. Давайте плюс о нем Вивьен. Давайте плюс о нем, причем в Древолаза. Это неплохо. Попробуем его поставить. Земля еще лучше. Атака. На два. Так, аккуратненько, аккуратненько, помаленечку будем колупать оппонента. Давайте попробуем поставить. Давайте попробуем Акетру поставить. Окей, получилось. Значит, какой-нибудь распал тяжелый оппонент. Ну, все. Да. Оппоненту что-то, видимо, явно что-то либо очень много дали, либо не дали. От слова совсем. Так, ну и что, давайте сыграем еще одну игру. Мне тут один из подписчиков написал в комментариях, что одно из моих видео предыдущих, где я играю с Ултайдред Хордом, слишком длинное. Оно длилось аж полтора часа. Напишите, ребята, пожалуйста, мне в комментариях, как вам больше нравится. Или когда я делаю видосы на 30, 40, 50 минут, ну вот такие, по две игры. Либо когда я делаю больше игр на больше времени. Как вы напишите, так впредь и будет. Можно даже какую-нибудь голосовалку ВКонтакте. Да, я, наверное, запущу голосовалку ВКонтакте. По ссылке в описании вы сможете туда пройти. И принять участие, так сказать, в будущем наших видео. Так, мы ходим первыми. И рука-то такая интересная, что самое главное. А Кетра, конечно, не вписывается ни хрена в эту руку, но... Но если бы мы ходили вторыми, я не знаю. Давайте попробуем. Вдруг нам повезется... Вдруг к нам повернется удача. Попробуем так. Мало ли. Вдруг мы сейчас как подробуем... Ой. Ой. Видимо, удача к нам вообще отвернулась к нам попой. Ну, бывает. Прям... Прям бывает. Что я могу сказать? Это хреново. Это хреново, ребята. Ну, если сейчас Лановарис не сгорит... А он, я так чувствую, сгорит... От удара грома. Ого. Жесть. Так, ну что? Ну, ход. Может, оппонента больше ничего на руке нету. Может, у меня там... Шесть Чандр. Ой. Ой-ой-ой. Ладно. Я понял, я понял, друг. Я понял. Можешь дальше не измываться надо мной. Я тебя прекрасно понял. Что у тебя есть в деке. Так. Что у нас есть в деке? Однозначно тревожные исходы. Шалай. Рыцарь осени. И Трастани. Насчет всего остального стоит подумать. На самом деле. Может, Вета Довина стоило бы положить вот так. Лановарские эльфы пока. Они умирают от первого жапука. Это все шикарно. Вивьен можно, на самом деле, одну порезать против такого матчапа. Не критично. Потому что Вивьен тоже умирает очень быстро. Так. Заведующий задержанием и Тефари. Заведующий задержанием мы однозначно порежем до одной копии. Пусть одна будет про запас. Бывали такие матчи, когда она мне спасала жизнь. Тефари порежем одну штуку. На самом деле, он особо-то погоды и не делает. Так что, я думаю, их можно даже порезать все. А все остальное давайте попробуем оставить. Давайте попробуем так. Единственное, что хотелось бы, конечно, еще порезать одну Акетру. Потому что просто их много. Нет, нет. Давайте так попробуем. У меня нет, если честно, четкого гайда на эту деку. Как некоторые. Вот я смотрю видео. Да, и некоторые профи там на больших соревнованиях. У них блокнотик. Вот. И в этом блокнотике они тщательно-тщательно записывают, что против какой деки из метагейма сайдить. Я так, если честно, не делал еще никогда. Просто так вот чисто смотришь, да, играешь с декой. Да, кип. И интуитивно понимаешь, что с ней не так. Так вот. Так, выходит повернутая. И ход. Крича. К гиту, да. Но гиту пока не такой критичный. Давайте поставим лужу. И ход передадим. Я все-таки надеюсь убрать что-нибудь более критичное. Да, пожалуйста. Раз, два. Есть земля вторая? Есть. Чандра у нас АФК. Еще один гиту. Ну вот теперь давайте, наверное, поставим... Что поставить-то такое? Давайте поставим рощу. Давайте поставим рыцаря. Рыцаря причем поставим большого такого. Такого прям 4-3. И оппоненту, если у него нет земли, придется играть, допустим, два шока. Ну что, типа этого. Либо, если у него нет... Да, то ему придется играть грома, а эти две карты просрать. Просто вот так вот. Такое тоже может быть. Да, он обе карты просрал. Давайте мы пока что одного гиту уберем. И освещенный фонтан положим. И потом уже будем что-то мутить пытаться. У нас, в принципе, три контерспела. Пока он один порит, нам это не очень страшно. Хотя, на самом деле, страшновато, конечно. Ну, если мы еще одну ману поднимем, то все будет, на самом деле... Ну, нормально. Да, кразис выйдет 4-4. Такой весь прикольненький. Такой весь модненький. Сейчас мы будем контрить просто все. Нам еще надо гиту заблокать. Поэтому сейчас мы будем контрить все, что видим. Все, что чувствуем. Все. Так. Вот это карта, с которой Моноред не справится никогда. Поэтому мы можем теперь смело пойти в атаку. На три. Лови. Видал, какой банд наглый, да? Как тебе такое, Моноред? Что, следующую? Я вижу, тебя прокручивало. Давай следующую, да. Так, сейчас мы будем на защите. Сейчас мы будем на защите. Так, вопрос. Что бы нам можно было поменять? Я думаю, что теперь можно одну акетру убрать. Это слишком медленно. И положить один прокол заклинаний на всякие пожарные. Вдруг, как в ситуации, как сейчас получится, да? То, что у него вот... Ну, ни хрена нету. Единственное, что он захотел вот... Две карты, да? Лишние себе в руку. А мы такие... Нет, нельзя, нельзя так делать. Может же такое быть? Может быть, всякое. Может быть, он скажет... А, Чандра! Ну, доплати две. А, у меня только одна. Ну, ладно. Всякое может быть, ребята. Поэтому... Поэтому, да. То есть, когда мы ходим первыми, то потенциально, да, у нас Акетра встает... У нас пять маны, Акетра встает, а оппонента еще в этот момент четыре маны. То есть, он не так еще раскрутился. Плюс ему приходится справляться с тем, что мы ему выставляем на стол. Потому что он все-таки хочет пороть своими одна, двух и трех мановыми кричами. Так. Так, так, так. Рука, рука прямо не очень, если честно. Мне не нравится. Она как бы такая красивая, и вроде в ней все есть. И Крайзис, и Шатун, и Рыцарь, и Мистик. Ну, прямо вот... Прямо песня, да? Как-то, если честно, мы с ней сольем. Однозначно. Оппонент уверенно кипает всем карт. Что же делать? Что же делать? Или тянуть кучу бурна. Надеяться, что мы подровываем нужное количество маны. Пять. Или шесть. Ой, не знаю, ребята. Такой тяжелый выбор. Ну, ладно. Давайте кипнем. Играем по фану. Тем более, я... Я уже под конец дня слишком устаю, чтобы... Чтобы так серьезно относиться к игрушке. Так. Паровик, это плохо. Это плохо, ребята. Это прямо настолько хреново, насколько это может быть. Если вдруг Шатун почему-то не умрет, и если вдруг нам придет какой-нибудь мерфл, который его вкачает, то тогда мы живем. В ином случае мы не живем ни хрена. И никогда. Ну, не судьба. Паровик 2-2. Давай, заходи, Паровик. На 2. Угу. Что, есть мана? Есть мана. Но поставить нечего, да? Так, ладно. Но мы сейчас что можем сделать? Мы можем... Либо... Вообще, я думаю, что мы можем затормозить Паровика. Да? Давайте так и сделаем. Давайте немножечко его притормозим. А то он какой-то сильно шустрый. То есть оппоненту придется потратить спелл, чтобы вернуть себе Паровика. Но при этом он войдется снова 1-1. Это, на мой взгляд... Ага, вот так вот, да? Ты решил вот так вот, да, сыграть, дружище? Ну, это не очень круто. С твоей стороны. Ладно. А вот и мерфолк. Ну, давайте попробуем накопать себе ману тогда, что ли, в таком случае. Нам нужна же мана. Не, на кладбище, на кладбище, на кладбище. Тоже на кладбище пока. 4-3. Мерфолк. Есть ли оппонента второй ремовал на 3 маны? На 3 дамага? Вопрос. Если нету, то мы в шоколаде. Если есть, то мы в жопе. Есть, есть, есть. Нет, нет, он примеряется, как я буду блокировать. Да? О, это от слова неожиданно прямо вообще как. Настолько у тебя нету бурна в руке? Прямо настолько все хреново. Ну, я думаю, не стоит. Или стоит? Не стоит испытывать удачу. Давайте поставим рыцаря. Что-то там ты темнишь. С двумя жетонами. 4-3. Наш рыцарь. Сейчас он представляет для паровика опасность, потому что это блокер. Ну, давай. Пободаемся. Воевода нам пока не страшен. Вообще. Если он паровиком пойдет в атаку, мы, естественно, вставим блок под паровика. Он не пошел паровиком в атаку. Почему? Огонь сердца. Огонь сердца. У меня есть еще один огонь сердца. Представляете, ребята? Ну, не читер ли? Давай мана. Мана. Нам нужна мана. Нам нужна только мана. И все. Мана. Какая же ты мана. Мана. Мана, мана, мана. Так. Ну, что-то наши дела-то не очень хорошо обстоят. Да? Ну, давайте попытаемся вытянуть ману. Что делать? А что делать? Нам же нужно как-то выживать. Мана. Иди нахер. Нам нужна пятая мана. Пожалуйста. Нам нужна мана. Иначе мы подохнем. Атака. Это уже комбат фаза. Что, Огонь сердца? Нет, ну если там есть третий Огонь сердца, я не знаю. Это просто... Это невероятно. Так не бывает. Так просто не бывает. Это фиаско. Ну, слава богу, дэмэдж наносится одновременно с лайфгейном. Если бы это нет... По какой-то причине нет бурна, то может мы еще и подюжим. Может мы еще и сдюжим немножко? Ну, пожалуйста. Ну, не может все быть вот настолько классно. Еще и с воеводой. Гиту. Ой, ё. Все, это все. Это, наверное, мы сдохли сейчас, да? Да, это мы сдохли, конечно. Так, ладно. Надо сейчас думать тогда, как встать в блок, чтобы не сдохнуть совсем. Ну, давайте под гоблоту. Давайте один сюда. Один сюда. Блок. Мы в двух хитах остаемся. Не, в четырех. Окей. Мы еще живем. Ребята, мы еще живем. Уже, может, и не живем особо. Так, церковный сад. Что же сделать? Что же сделать? Ну, я, если честно, вариантов особо много не вижу. Что нам тут сделать? Только поставить еще одну тростание. И передать ход. Так, да? Ну, давайте попробуем встать под гоблина. Этим попробуем встать под паровика. И посмотреть, что будет. Может, там техническая земля какая-нибудь такая, тактическая. Ху-ху-ху. Можем максимум поставить на четыре, да, сейчас Крайзиса? Ну, давайте поставим Крайзиса на четыре. Посопротивляемся до последнего. Есть! Есть! Нам дали что-то. Сам не знаю, что. Нам дали. По-любому. Нет, нам не дали. Нам дали. Не знаю. Не знаю. А, он 5-5. У-у-у. Он же 5-5. Он запросто встает под Феникса. Да? Ну, прям оппонент дровится вот. Я не знаю. Так, по-моему, не бывает. Я бы так дровался. Ну, давайте. Под Феникса. Давайте под Гоблина. Давайте в четыре. Выхватим. Если там Бурн, то... Можно было просто его сыграть и сказать, извини, друг. Так, у нас есть земля. И четыре маны. У оппонента есть минус крича. Давайте, наверное, уберем... Кого же убрать-то? Хм. Давайте Феникса уберем. Поставим сейчас себе лужу. И... Хот. Хот. Ну что, оппонент? Ох, ребята, вы просто не слышите микрофон, как сейчас колотится мое сердце. Ну, давайте. Сыграем Мистика. В блок встанем так. В блок встанем так. И в блок встанем так. Есть Бурн, но не тяни. Не тяни, дружище. К гиту. Блин, ну ты бы его сразу поставил. Ты бы выиграл просто. Просто по любасу. Ну, давайте атака. Теперь уже можно начинать ходить в атаку. Теперь меня уже ничего не смущает абсолютно. Конец хода. Йес. Пас. Мой ход. Вопрос. Ставить ли Крайзис? Я думаю, ставить. Однозначно. Даже париться не надо. Или не ставить. Давайте поставим. Атака. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На шесть погенем три хита. Оппонента, по-моему, уже нет. Бурна, который... Ну, кроме вот этих вот. Огня сердца. О, шалаи. Ты моя девочка. Зажечь сцену за три маны. Йес. Йес. Ха-ха-ха-ха. Мы выиграли партию. А-а-а. Невероятно. Я такого не знаю. Ха-ха-ха. А-а-а. Это жесть. Ох. Сейчас сердце выскочит из груди, ребята. Это стоит лайка. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии. И еще больше таких вот крутых, качественных видосов вы увидите на моем канале. Не забывайте, кстати, на его подписаться. Да, это очень важно. Всем спасибо за просмотр. Всем приятного времени суток. Удачных топ-деков. И пока. С вами был Дима. Субтитры сделал DimaTorzok